так всем добрый вечер почему я так говорю потому что я сейчас смотрю окно на улице темно поэтому кто будет смотреть утром эту запись воспринимайте все нормально да что добрый вечер на момент записи был вечер открыл книжечку право дорожного движения как раз на тех темах которые нам предстоит изучить ну там глянуть нечего там темы вот такие случайно так ладонь положил на книжечку все и получается ты уже практически всю тему не практически даже все тему закрыл так я надеюсь что после выходных все снова готовы взяться за работу а у нас работа изучения правил дорожного движения изучение громко сказано да мы просто об этом беседуем и очень легко в этом всем начинаем разбираться и надеюсь что даже вам это нравится так поехали первая тема у нас записываем движение в жилой и пешеходной зонах движение в жилой и пешеходной зонах книжка держу право дорожного движения перед собой темка очень маленькая и в чем смысл я хочу чтобы вы для себя уяснили чтобы никогда потом когда будете заезжать к себе во двор там или в чей-то двор будете заезжать сто процентов там в пешеходной зоне вы очень мало вероятно что попадете чтобы двигаться на машине в пешеходной зоне ну всякое бывает а в жилую зону так с этим придется сталкиваться по сцену и будете заезжать во дворы к друзьям знакомым или даже к себе во двор так вот чтобы было попроще полегче чтобы вы понимали что вот эти зоны жила и пешеходная для водителя должны ассоциировать как это просто сплошной пешеходный переход то есть там пешеходы любой ситуации по закону всегда будут правы а вы всегда будете виноваты поэтому вдруг кто-то подзабыл давайте все-таки запишем что у нас максимальная скорость движения до 20 километров в час запишите максимальная скорость движения до 20 километров в час потому что многие считают что если цифра 20 звучит то это та скорость которой надо ехать дальше медленнее ехать нельзя и ну будут ехать 2 нет до 20 то есть пять километров в час да это считается нормально так как прописано в правилах 10 как прописано правило а 21 километр в час это уже вы злостные нарушители так давайте только не постоянный пешеходный переход а запишем что в таких зонах у пешехода всегда преимущество перед транспортными средствами в таких же в таких зонах у пешехода всегда преимущества перед транспортными средствами помните я вам говорил что в каждой пункте правил дорожного движения когда мы начали изучать, где уже более тесно связано с машинками, с вождением всегда есть рубрика запрещено, смотрите, вот это все, что мы проговорили, да, это вот такие всего лишь и получилось два предложения, что пешеходы всегда правы, максимум 20 км в час мы можем ехать, и переходим уже как бы и к завершающему этапу темы, да в жилой зоне запрещено в жилой зоне запрещено сейчас посмотрю, действительно ли так и прописано а почему, как бы хотел сказать, почему не упоминается, что в пешеходной зоне, что запрещено а потому что по правам дорожного движения считается, что в пешеходной зоне, ну в принципе вас вообще никогда не должно быть туда очень-очень должно быть серьезное основание, чтобы заехать, да, ну ладно и чуть-чуть дальше я скажу, кто может только заезжать в пешеходные зоны, ну по большому это счету, обычные люди на обычных машинах вообще никогда не имеют права заехать в пешеходную зону а в жилую зону, ну давайте запишем, что запрещено потом станет понятно и первое, что запрещено у нас напоминаю, что в жилой в жилой зоне у нас запрещено транзитное движение так, для тех, кто не понятно что такое транзитное движение ну давайте представим так, как будто бы это двор, да и вот если этот двор не является нашей конечной точкой что мы, к примеру, кому-то захотели приехать в гости то тогда нам проезжать насквозь этот двор будет запрещено так, сложно получилось чуть-чуть давайте так едем мы в Киев, да так все, проезжаем по пути Полтаву просто беру Полтаву так вот выехали мы из Харькова должны приехать в Киев вот Полтаву мы проезжаем транзитом то есть мы там можем остановиться, да но это не конечная наша точка вот так вот на таком примере я думаю хотя бы чуть-чуть получили представление что такое транзитное движение то мимо чего проезжаем, да как еще можно сказать или то через что проезжаем так вот просто так через дворы у нас запрещено ездить так следующее что запрещено у нас пришлось от себя чуть-чуть добавлять потому что в правилах дорожного движения я думаю этот раздел писали когда в одном дворе многоэтажки ну максимум могло насобираться два автомобиля и эти старые дома еще пооставались и может возникнуть логичный вопрос что тогда делать да давайте запишем чтобы было понятно о чем я говорю то есть у нас пошел перечень напоминаю первое транзитное движение ТС запрещено у нас в жилой зоне следующее это стоянка транспортных средств вне специальных мест стоянка транспортных средств вне специальных мест и вы я надеюсь понимаете что уже сейчас количество транспортных средств у жильцов больше чем то место на которое можно все их автомобили поставить поэтому я тут современную добавочку уже от себя добавил так что давайте сейчас в скобочках продолжение вот этого предложения сделаем не из правил дорожного движения а как бы ну зато современную то есть полное предложение будет звучать так стоянки ТС вне специальных мест дальше в скобках если они свободны то есть если такие места свободны вы ставите автомобиль на такие специальные места если заняты тогда к вам вопросов нет никто не говорит ставьте за двором нет заехали все нашли даже не на специальном месте самое главное чтобы не мешала никому ваша машина так следующее где запрещено ставить автомобиль давайте так надо и запишем со словом стоянка стоянка где затрудняем проезд ТС или движение пешеходов где затрудняем проезд транспортных средств или движение пешеходов вдруг кто-то случайно подзабыл как а как понять да вот когда ставили никого не было будет затруднять ваш автомобиль проезд или проход пешеходов или не будет как оценить давайте напоминалочку из других тем я вам скажу кто посчитает нужен тот для себя запишет для машины чтобы мимо вас могли проезжать другие транспортные средства должно оставаться минимум 3 метра ширины дороги да ну правильно не дороги проезжать части а для пешеходов у нас должно оставаться минимум 2 метра вот кто подзабыл случайно эти циферки вот как понять что не затрудняем машинкам ширина 3 метра пешеходам ширина 2 метра как минимум должны остаться вот тогда можете смело бросать свой автомобиль уже 100% можно сказать что они не будут затруднять проезд так поехали дальше по списку запретов да следующее что у нас запрещено это стоянка с работающим двигателем ну тут понятно что не сложно представить стоит машина работает газует выхлопные газы идут люди жалуются что это такое дышать нечем ну такое думает ну бог с ним жалуется давайте пропишем скажем мы все что могли со стороны да государства ну к примеру государства хотя неправильно да все что могли сделали и теперь смотрите если что-то не так все мы себя ответственно снимаем мы не при чем мы прописали нельзя так следующее что запрещено это у нас уже был разговор второй раз напоминалочка вторая которая встречается в правилах дорожного движения так и что запрещено это учебная езда был разговор следующая что запрещено это движение грузовиков тракторов ну там давайте и самоходных машин сейчас наверное найду в интернете что такое самоходные машины сейчас быстренько фотки высветятся нам вы знаете вот открыл и и смотри думаешь что же она такая где будет нарисована самоходная машина и не поверите ни одной нету фотки я что-то такое нашел но я даже боюсь вам это показать там очень будет сложно разобраться и что же такое вы представляете интернет всем чем угодно вот нашел я такое потому что на картинке сложно будет сказать вообще что это как бы сейчас посмотрите на картинку и напишите для кого что это такое да самоходные машины так все включая демонстрацию крана смотрим картинку и потом ваше предложение как называется то что вы увидели так не то не переживайте ответы что это самоходная машина или механизм не принимаются поэтому смотрим на эту картиночку как один из примеров какой-то самоходная машина или механизм так и теперь я надеюсь что вы посмотрели мы возвращаемся к чату и проведем маленький эксперимент просто мне интересно маленький эксперимент как вас научить четко выделять к примеру самоходную машину или механизм так смотрите Марина пишет скорее всего это танк я посмотрю у меня тут в стороне как раз эта картиночка танк второй тезка а не тезка Мария дальше пишет что это мини танк Марат написал что это скорее всего правильно называется грязиед мне интересно все слова грязиед забить в интернет картинки какие-то выдаст так вот такие есть варианты ну скорее всего что вы смотрите ну да что-то такое вроде бы передвигается да вроде бы как и может передвигаться глеб пишет это что-то что точно что точно не получится поставить на учет в ГАИ то есть номера на это дело не дадут так давайте так если вы смотрите на вот такого рода технику и вы ее не можете причислить к чему-то что вы четко знаете как называется да то тогда я думаю это смело можно всегда будет отнести как правило дорожного движения самоходные машины или механизмы Марат пишет сельхозтехника да вот интересно какая это сельхозтехника Максим я что-то смотрю никак не могу понять комбайн это или или трактор да нет ну это вообще непонятно ну лично мне вообще даже непонятно для каких это целей было сделано я могу конечно помочь людям что-то придумать да так представляете засмотрелся на картинке и уже забыл что у нас идет занятие все пленка расходуется все записывается да так и получилась очень интересная ситуация когда запретили грузовикам тракторам и вот всякого рода таким такой техники заезжать во дворы и начали возникать определенные конфликты ну к примеру к примеру конфликт какой купил себе один человек легковой автомобиль а другой человек себе купил грузовичок да и вот а в правилах прописано что грузовики не ни в коем случае во двор не могут заезжать и тогда возникает такая несправедливость да как это так один человек может заехать на своей машине которую купил во двор а другой человек не имеет права пришла ситуация исправлять в правилах дорожного движения ну вы же знаете да как исправляют ситуации любые если в каком-то законе да тогда начинают сразу добавлять исключения или возник другой вопрос квартирный переезд да и оказалось что если следовать строго правилам дорожного движения то не может машина заехать да и придется стоять где-то на дороге из подъезда там вдоль всех подъездов особенно если там многоэтажка подъездов 20 да таскать эту мебель в автомобиль тоже вроде бы как народ уже не то что там возмутился да уже вообще явно начал выражать свое недовольство начали возникать вопросы а как же тогда все это дело согласовать если вдруг возник пожар и нужно заехать пожарной машине грузовой опять не сходится там а если трубу прорвало а через дворы тоже трубы проходят где-то там под землей все жители должны выйти с лопатами и откапывать эту трубу и вот чтобы все закрыть эти вопросы придумали несколько исключений давайте их запишем это вот как будет полностью звучать движение у нас в жилой зоне запрещается движение грузовиков тракторов самоходных машин и дальше идет исключение пишем исключение хозяин проживает в этой зоне хозяин проживает в этой зоне то есть если вы живете в этой многоэтажке то по большому счету вы любую технику на любой технике можете заехать к себе во двор даже на таком как написал Марат грязи едем следующее это я вам привел пример как будто бы трубу прорвало это исключение второе выполняются работы коммунальных служб выполняются работы коммунальных служб ну какую работу вы сразу же заметите когда она перестанет выполняться как она выполняется вы ее никогда не видите но как только она перестает выполняться то мгновенно это становится видно это вывоз мусора то есть с утра 5 утра в 4 утра там может быть поздно вечером как правило по дворам ездят вот эти мусороводские собирают мусор так следующее помните я вам говорил квартирный переезд давайте про это и запишем только чуть-чуть грамотно это обслуживание граждан ну и тут хвостиком еще добавим торговых точек и предприятий обслуживание граждан торговых точек и предприятий к примеру торговых точек да если у вас во дворе находится хлебный магазин то понятное дело что автомобиль который привозит хлеб там булки в этот хлебный магазин он будет иметь полное право заезжать во двор для того чтобы разгрузить свой товар так все это мы разобрали про жилую зону а вот интересно пешеходная зона а пешеходная зона это по большому то счету дороги где движение закрыто да вообще для любых тран нет любых любых не любых для механических транспортных средств я там знаю где у нас у нас нет в Киеве иногда по-моему Крещатик перекрывают да ну к примеру я точно не могу сказать давайте так это сейчас буду на ходу выдумать чтобы был хоть какой-то пример в Киеве перекрывают к примеру Крещатик на выходные и там по нем на выходные ходят только люди ну понятное дело что если там скорая заедет вообще как-то вот в этом пункте вообще не сказали за спецмашины там за скорую пожарную за полицию как-то ну как будто их и не существует поэтому давайте так если вдруг что-то попадется в билеты хотя бы по билетам попробуем хоть как-то дополнить эти пункты да хотя бы у себя в голове что у нас написано про необычного да про пешеходные зоны в пешеходные зоны у нас разрешили заезжать инвалидам да давайте наверное это так и запишем что пешеходную зону разрешен заезд инвалидам ну и наверное еще одно предложение буквально добавим в этом пункте правил дорожного движения что вы выезжаете я просто сразу напомню уже о многих вещах что вы выезжаете там с какого-то двора что вы выезжаете со стоянки выезжаете с заправки ну и там было когда мы это все упоминали там еще было что это стройка да мы всегда выезжаем как будто бы со второстепенной дороги то есть мы прежде чем выехать жилой или из пешеходной зоны пропускаем пешеходов но это понятное дело потому что в этой зоне это сплошной пешеходный переход и вот это преимущество пешеходов даже оставили и на выезде из этих зон и понятное дело что пропустив пешеходов подъезжая уже к нормальной дороге к улице к примеру вы должны пропустить транспортные средства которые едут по той улице это смысл а теперь более короткой более умненькими словами предложение запишем при выезде из таких зон при выезде из таких зон уступаем дорогу пешеходам и транспортным средствам на дороге и транспортным средствам на дороге так Маша пишет но фура весь прицепом многометровым не может во двор заехать может если там машинами не будет заставлено да и деревья не растут как-то по иностранному я думаю в любом дворе ширины дороги хватит чтобы могла даже заехать и фура а водители фуры ох это такие профессионалы иногда в такие места загоняют свои автомобили под загрузку что смотришь и не верится что такое может кто-нибудь другой повторить в видео когда смотришь ага вот Марат решил покопаться найти найти такой луноход и пишет когда запрос гусеничный вездеход то тоже выдал такую же картинку или похожую а похожую похожий транспортный средств я думаю что если такое для болота там для охотников для медиков для а то чтобы раненых забирать с поля боя да вот все 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 может тоже наподобие выдавать вы не забыли о чем мы только что да мы только что поговорили что у нас есть жилая зона есть пешеходная зона в правилах дорожного движения почему-то сказали что что у нас есть куча запретов для жилой зоны а про пешеходную зону вообще промолчали специально пришлось открыть даже правила дорожного движения чтобы посмотреть ага вот что интересно что пешеходную зону у нас разрешили заезжать только тем кто обслуживает что-то там как тут мы писали сейчас посмотрю и вы знаете вот я думал думал вот какой пример привести вам пешеходной зоны и допустим это аллеи в парке Шевченко или в парке Горького аллеи то есть получается машинки которые убирают парки заезжают машинки которые там завозят продукты там в кафешке тоже заезжают так у нас добавилось еще два человека Дениса уже отметили и Аню почему фамилии не произношу потому что идет запись уже я же предупреждаю пока нету записи мы больны говорить вообще с вами на любые темы когда уже идет запись никому рекламу мы уже не даем так если есть вопросики какие-то по теме которые мы разобрали Аину сейчас все увидел пришлось пролистать сейчас чтобы отметить все остальные да все остальные все в порядке ладно я думаю что билеты будут не очень сложные и что-то вам нужно все-таки дать какой-то совет да такой который пригодится вам в жизни а я уже говорил это в теме скоростя с какой скоростью я рекомендую все-таки ездить когда вы будете заезжать во дворы это ехать с минимальной скоростью на что способен ваш автомобиль ну если это механика так чтобы не мучиться со сцеплением а так буквально на холостых оборотах потихонечку заезжайте во двор так теперь мы добрались до тем какое должно быть наше поведение как водителя когда мы будем находиться на специально подготовленных дорогах где можно ехать с более высокими скоростями чем на обычных дорогах я не говорю про город я говорю на обычных дорогах которые за городом и поэтому сейчас у нас будет темка как себя надо вести на таких дорогах кому можно там быть кому нельзя ну и короче все вот эти нюансики сейчас и разберем поэтому записываем новую тему она звучит так движение специально все как в книжечке пишут специально вот книжечка передо мной движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей тема записываем движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей ну пока вы пишете я вам хочу сказать что решили так что если есть такая дорога она автоматически будет всегда считаться главной если не дай бог к ней что то сбоку там примыкает ну и тут понятно что в целях безопасности потому что с примыкающих дорог кто выезжает ну явно скорость будет как минимум в два раза медленнее или меньше то проще заставить остановиться тех кто ездит медленно чем чего то там требовать от тех пуль и ракет которые будут нестись по таким дорогам давайте так запишем что смотри что я хочу чтобы мы записали сейчас мысль а потом уже хоть какое-то предложение толковое автомагистраль это всегда главная дорога дорога для автомобилей это так же всегда главная дорога ну если у вас в голове вдруг возник такой вопрос а если они пересекаются да они могут пересекаться только это будет сделано с помощью моста да а вот неправильно не с помощью моста а правильно будет сказать будет сделано их пересечение с помощью строительства путепровода так теперь запишем что они у нас всегда являются главными а мы запишем хитро и кратко все примыкающие так сейчас подождите с окончанием по автомагистралям и дорогам для автомобилей все примыкающие дороги считаются второстепенными все примыкающие дороги считаются второстепенными тут у меня надпись только что на экране возникало что связь неустойчива если вдруг кто-то не расслышал повторяю специально третий раз все примыкающие дороги считаются второстепенными я надеюсь что всем понятно о чем идет речь мы когда изучали тему разметочка может кто-то помнит что у нас на таких дорогах где все двигаются с высокими скоростями чтобы не задерживать вот этот общий поток пуль которые летят по этой дороге у нас специально придумали если есть где-то съезды с таких дорог то дополнительно строят еще одну полосу то есть расширяют дорогу еще на одну полосу и как используют эту полосу перед ну к примеру перед поворотом чтобы машины перед поворотом не тормозили в общем потоке она в начале съезжает на эту полосу и только там начинает гасить свою скорость эти полосы перед поворотом достаточно длинные так что при движении с любой разрешенной скоростью правилами дорожного движения любой автомобиль без проблем очень спокойно снисит скорость ну если надо вплоть до 5 км в час перед тем как будет съезжать в свой поворот и такая полоса называется у нас полоса торможения ну и дальше если вдруг кто-то выезжает с этой примыкающей дороги чтобы не получилось так что он там медленно еле выехал потом пока разгонится а сзади все пули прилетели и думает когда ты уже поедешь быстрее чтобы опять же не уменьшалась пропускная способность дороги у нас идет продолжение после поворота вот этой же дополнительной полосы ну теперь она будет иметь название полоса разгона правила дорожного движения присутствует такое слово как машина выезжая с примыкающей дороги разгоняется это уже называется полоса разгона и вливается в общий поток меня почему-то сильно возмущает слово вливается но сходу придумать какое-то другое слово более интересное симпатичное у меня не получилось и после этого я уже не заманил ну ладно вливается так вливается и хочу еще напомнить один нюансик что у нас если есть полосы разгона то водители которые съезжают да давайте так скажем в наш поворотик или выезжают из него должны пользоваться этими полосами в билетах как выяснили что вы эту фразу запомнили да они вам рисуют различные траектории и для билетов нужно всегда выбирать какие траектории что как только начинается эта полоса вы сразу же в нее съезжаете а чтобы влиться в общий поток вы по билетам должны выбрать траекторию который идет до конца вот этой полосы разгона вот вот это правильный ответ для билетов я уже пока поговорил и забыл записали мы это или не записали давайте продиктую как будто бы не записали при наличии полосы разгона или торможения при наличии полосы разгона или торможения водители обязаны ими пользоваться вот вот эта фраза на которой пытаются поймать водители обязаны ими пользоваться если вдруг кто-то считает что не запомнил то о чем я проговорил как правильно давать правильные ответы в билетах да то можете себе добавить такую фразочку что съезжаем при начале такой полосы а выезжаем только когда полоса заканчивается значит вдруг кому-то надо съезжаем как только полоса начинается выезжаем когда она заканчивается это для билета так опять переходим в традиционный уже раздел запрещено и давайте запишем все запреты половина запретов которые мы сейчас будем записывать мы уже о них говорили ну к примеру тоже запишем но все по порядку когда была тема учебная езда мы говорили все ученики по таким дорогам не ездят там все быстро мотаются давайте учиться там где люди ездят более спокойно вот и получается второй раз мы снова будем проговорить но уже в этой теме движение по автомагистре и дорогам для автомобилей не удивляемся вдруг половина вам окажется уже знакома поэтому поехали запрещено ставим двоеточие у нас пойдет перечень там будет так неплохо пунктиков ну давайте запишем так первое у нас что движение тракторов самоходность машины механизма это так будет звучать полный ответ билета движение тракторов самоходных машин и механизмов следующее на таких дорогах где все ездят очень быстро решили так раз на этой дороге никто стоять не имеет права то есть по большому счету все едут быстро или медленно но посчитали так что водители грузовиков не сильно обидятся на то если и разрешать ездить только по первой и второй полосе все остальные полосы которые будут потом на этой дороге это уже будет для легковушек которые вообще большая вероятность что будет вмотаться с еще большими скоростями даже больше чем разрешены так теперь это нужно как-то перекрутить чтобы записать в запрет и давайте запрещено движение грузовиков далее второй полосы у нас на автомагистралях нету места где мы можем развернуться там если и происходит разворот то он происходит только все время выполняя правые повороты то есть мы направо 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 пока не попадем в обратном направлении то есть мы повернули направо заехали на мост переехали по мосту который идет над этой автомагистралью съехали снова с моста и так получается с помощью моста мы можем делать развороты это автомагистрали на дорожек для автомобилей все таки в разделительной полосе есть разрывы где можно будет развернуться и так как мы только что записали грузовикам дальше второй полосы нельзя а есть места для разворота поэтому в качестве исключения подправляют чуть-чуть это правило и давайте в скобочках напишем исключение на дорогах для автомобилей исключение на дороге для автомобилей сейчас думаю как лучше закончить предложение да а у нас сначала было такое же движение грузовиков далее второй полосы исключение на дорогах для автомобилей при развороте вот отлично все закончилось предложение при развороте так следующий запрет все мотаются очень быстро чтобы не получилось так что все-таки вдруг кто-то едет быстро а второй просто даже стоит на месте поэтому решили что если вам нужно отдохнуть там остановиться подумать перекурить попить кофе или может быть поговорить с кем-то по телефону то не надо это делать на такой дороге на такой дороге всегда будут места куда можно будет съехать и там спокойно и безопасно постоять поэтому давайте вот это и запишем что у нас что запрещено остановка вне специальных мест остановка вне специальных мест у нас конечно же как мы найдем эти специальные места сейчас так посмотрим что нам выдаст интернет за такие специальные места 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 отдыха не хочет показывать ладно давайте я вам чтобы уже на картинке не показывать давайте запишем что у нас как мы узнаем эти места отдыха знаки 538 и 6.15 знаки 538 и 6.15 ура я нашел один знак поэтому вот четко я могу вам показать реальную картинку на дороге на дороге рядом с дорогой построена какая-то беседочка где вы можете спокойненько отдохнуть от дороги и вот знак место для отдыха или место отдыха место для отдыха так посмотрели снова возвращаемся что у нас еще запретили вот эти есть места на автомагистралях и на дорогах для автомобилей где проложены небольшие кусочки асфальта чтобы можно было спецмашинам быстро попасть к какому-то месту и вот эти проезды такие небольшие чтобы не записывать что эти проезды предназначены только для специальных машин сказали то же самое но другими словами во первых вот эти проездики назвали технологический разрыв то есть какая-то по какой-то технологии их специально видно делают теперь когда знаете название теперь уже будет легче записать предложение которое я вам сейчас продиктую запрещен въезд в технологические разрывы запрещен въезд в технологические разрывы сейчас листа интернет как бы есть автомагистрали нарисованы вроде бы все классно прекрасно но ни одной картинки не попадается чтобы вам показать технологический разрыв так сейчас специально зажим так это демонстрация экрана включаем не включилась вот сейчас включилась смотрите вот классическая картинка это экзамен в ГАИ знак от знака уже до знака это еще была ну дорога как дорога сразу за знаком считается что автомагистраль и вот таким способом организован небольшой проезд для спецтехники ну скорее всего что это будет техника которая обслужит эту автомагистраль также пожарные скорая полиция то есть вот для них сделаны небольшие проездики потому что на автомагистрале по большому то счету может быть и 10 километров и 20 километров не быть чтобы обычному человеку развернуться то как бы посчитали ну бог с ним у людей там ничего страшного если не будет места для разворота а вот если для скорой 10 километров мотнуть в одну сторону а потом 10 километров чтобы в другую сторону чтобы оказать там помощь пострадавшим это уже перебор поэтому специально вот такие технологические разрывы делают вот я хочу чтобы вы обратили внимание что если стоит знак вы видите на картинке знак автомагистраль то ни о каких таких заворотах поворотах речи быть не может если речь идет о дороге для автомобилей знака скорее всего что это дорога для автомобилей не будет но как вам покажет что можно будет воспользоваться вот этим разрывом вот мы видим вот такую ситуацию то есть тут мы смотрим по всем приметам это очень похоже на автомагистраль дорога за городом имеется разделительная полоса но на автомагистрали не бывает вот таких знаков с разрывами поэтому легко сделать вывод что у нас картинка на которой изображена дорога для автомобиля вы знаете я так говорю там автомагистраль вроде бы еще как-то обвяжется а вот дорога для автомобилей чем отличается от другой дороги да давайте я вам скажу максимально максимально кратко но самое важное что дорога для автомобилей это дорога на которой вероятность аварии лоб в лоб намного меньше за счет чего за счет того что между нами и встречки имеется вот такая разделительная полоса поэтому вероятность аварии лоб в лоб со встречкой меньше все это дорога для автомобилей если еще тут поставят заборы на этой разделительной полосе вот тогда скажут тогда вероятность еще меньше да столкновения и тогда скорее всего такую дорогу даже могут обозвать автомагистраль кто себе не может представить какой забор ставят да вот смотрите пример такого забора он не только ставится между нами и встречкой но также ставится и сбоку ну к примеру да чтобы там крупные дикие животные хотелось бы верить да давайте возьмем так как будто бы коровы да чтобы коровы не смогли забрести на дорогу так движемся дальше по нашим записям что-то у нас еще нужно запретить как-то мало запретов такие серьезные дороги а запретов маловато поэтому давайте запишем что у нас запрещен въезд в технологические разрывы запрещен въезд в технологические разрывы исключение для дорог ой исключение на дорогах для автомобилей исключение на дороге для автомобилей при знаках 526 и 527 это место где можно развернуться или кусочек где можно будет сделать разворот сейчас напишем и есть вопросы следующее что у нас запретили так как все обмотаются с большими скоростями стоять на дороге нельзя иначе если кто-то врежется последствия будут очень серьезные то я думаю абсолютно логично что запретили движение задним ходом поэтому следующее что мы записываем это движение задним ходом сейчас без комментариев следующая запись это учебная езда говорили следующее что запретили это движение движение давайте так всех тех кто передвигается медленно да ну для начала давайте будет какой-то перечень а потом еще и укажем минимальную скорость ну давайте наверное так что движение пешеходов велосипедов мопедов для билетов специально говорю отдельно тракторов и гужевого транспорта так этим товарищам вообще запретили не обсуждаются видите даже на мопедах нельзя ездить и также нас предупредили что не нужно ездить очень медленно да ну так вот записано движение со скоростью ниже 40 км в час у нас когда была тема буксировка мы там обсуждали что максимальная скорость при которой можно тянуть поломанный автомобиль на веревке это 50 км в час на веревке это просто для примера я сказал помните что буксировка у нас максимальная скорость буксировки 50 км в час а вот минимальная скорость движения на автомагистрали и дороге для автомобилей это 40 км в час получается что когда мы будем тянуть кого-то на веревке нам оставили крокотулечку зазорчик то есть получается 40 км это минимум для этих дорог а буксировка 50 км это максимум вот наш зазорчик для буксировки от 40 до 50 км в час а как же все таки если вдруг нужно перейти людям если вдруг нужно перейти людям то тогда строят надземные переходы это понятно специальные дороги серьезные серьезные переходы если вдруг бывает что стада животных там пасутся на одной стороне дороги а сам колхоз находится на другой стороне от дороги ну дорогу проложили через колхоз то для прогона скота снизу под такой дорогой то есть строят туннели специально для того чтобы перегонять животных не по дороге а уже получается под ней ну потому что сверху переходы для коров никто строить понятное дело не будет и давайте сделаем запись про пешеходов про коров не будем делать запись что пешеходы переходят такие дороги пешеходы переходят такие дороги только в специальных местах ну и дальше нам в этой теме тоже посчитали что не будет лишним если нам напомнят вот такую вещь что если вдруг вы ехали и что-то случилось с автомобилем вашим то понятное дело если ваш автомобиль будет находиться на такой дороге то в случае ДТП последствия будут очень серьезными поэтому давайте запишем такую фразу как избежать серьезных последствий нет не эту фразу а запишем именно ту которая прописана уже у нас в правилах дорожного движения почему нам все чаще приходится копировать эти слова потому что это те предложения с которые будут у вас билеты мы вы услышали мы их записали и они уже будут для вас знакомы как правильный ответ давайте запишем вот таким образом при аварийной остановке при аварийной остановке ну и первый наш шаг если не получится первый придется переходить ко второму первый шаг убрать ТС с дороги правильно не обманул я вас не 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 смотрите вот тут обманул что убрать транспортное средство с проезжей части вот не напрасно я заглянул что-то думаю с дороги это что через забор перекину на автомагистр думаю как-то не сходится поэтому сделайте у себя небольшое исправление в ваших записях что первый наш шаг убрать ТС с проезжей части я надеюсь все понимают куда да нет я думаю что не все понимают давайте в скобочках напишем на правую обочину так и вдруг если это невозможно то давайте наверное так и запишем если это невозможно включить аварийку и выставить знак аварийной остановки не ближе 40 метров вот так отлично так вот смотрите еще на тему есть все хорошо так возвращаемся смотрите получилось так что тему заканчиваем я говорю задавайте вопросы сейчас уже молодцы ребята чтобы не забывать вопросы была возможность написать их уже сразу же по этой теме и написали вопросы так а зачем этот знак здесь стоит Алена пишет зачем здесь разворот если налево поворачивать нельзя навстречу тоже не поедешь знак стоит наверное знак стоит место разворота почему вы решили что нельзя навстречу поехать там нету знака въезд запрещен на тот участок дороги поэтому водитель легко бы мог поехать и на встречную полосу а так поставили вот этот кусочек где вы можете только развернуться так что-то я так вроде как отвечал на вопрос а вот не почувствовал что ответил достойно смотрите еще для чего стоит знак мотаются все на больших скоростях и скорее всего что в начале попадется этот знак скоро будет место где вы можете развернуться а снизу будет указана циферка через сколько метров и чтобы человеку легче было сориентироваться где же едет где же это место где же это место и тут раз прямо вот перед этим местом снова стоит этот знак я считаю вот пускай будет для таких целей а то получится так что идет сплошной газон точнее не газон представьте такая осень серая погода трава уже не растет идет идет все разделительная полоса вся серая и асфальт где можно развернуться тоже весь серый как водителю сориентироваться нужно же водителю помочь как-то как ему без проблем найти место где можно развернуться вот с помощью этого знака Марат какие-то идеи интересные хотите я давайте я прочитаю ага это Марат пишет о том как все-таки могут сделать чтобы вы не разворачивались просто через травку через разделительную полосу он говорит что может быть даже по центру вот такой разделительной полосы быть прокопана и канава которая заросла травой и которую вы можете не заметить а если заметили так сто процентов вам точно не захочется разворачиваться вне специальных мест так Алена дальше пишет а на таких дорогах есть светофоры мы смотрели картинку давайте так на автомагистралях светофоров не бывает а на дороге для автомобилей если и будет светофор то нам начали поставят знак предупреждающий типа водитель будь внимательны скоро на этой дороге что крайне необычно может показаться на первый взгляд будет светофор то есть треугольный знак внутри которого нарисован светофор и потом уже и будет сам светофор так глеб пишет это глеб по поводу что на 40 метров нужно выставлять знак аварийной остановки пишет а это точно хорошая идея прогуляться 40 метров по автомагистрали где ездят со скоростью 130 а может быть даже и больше чтобы поставить знак ну во первых Глеб мы будем идти не по проезжей части а будем идти там все равно есть как минимум с одну полосу даже если и заасфальтирована она с помощью разметочки будет отделена одна полоса образный арест названием обочины то есть мы не будем идти прямо по проезжей части мы будем идти по обочине которая есть на этой дороге и второе а для чего мы выставляем знак по большому то счету как упростить чтобы легче было для понимания а для того чтобы наш автомобиль остался целым чтобы не получилось так что случайно у вас нету полного каска страховки так страшновато но когда на весы будет поставлен я иду я очень внимательный и я иду спасать свой автомобиль страх идет так картинку вернем какая же картинка была давайте попробуем я на самом деле вообще не запоминал какую там картинку ладно попытаемся что-то но там было так картинку теперь придется с вами как-то вот так попытаться вспомнить давайте я сейчас покажу картинку вы скажете это та была картинка или не та вот смотрите в начале была вот эта вроде бы картинка да но я на ней не вижу никакого светофора потом потом у нас была вот эта картинка не попали какую-то картинку картинка с технологическим разрывом следующая со знаком вот вопрос про знак то есть Ален получается так что картинка которую я показал первую или которую я показал вторую а зачем здесь знак все я понял что вторая тогда снова возвращаемся к демонстрации экрана вот об этой картиночке идет речь на дороге за городом по центру которой имеется разделительная полоса можно разворачиваться только там где вы встречаете вот такой знак на дороге еще раз повторю эту мысль что на дороге за городом по центру которая разделительная полоса разворот делается только там где вы видите вот такой знак на автомагистралях вы никогда в жизни не встретите такого знака дорога в виде небольшого проезда вроде бы как и будет присутствовать вот пример специально расширю чтобы вы поняли что речь идет про автомагистраль но воспользоваться вроде бы как на вид та же самая ситуация да вы не можете а вот обслуживающая машина которая есть на картиночке да она там развернется к примеру да там что вообще непонятно что делает та машина но ее нарисовали с оранжевой мигалкой то есть намекают на то что данное транспортное средство производит обслуживание данной дороги автомагистраль нам нельзя обслуживающая машина может воспользоваться этим поворотиком и вторая картинка просто дорога за городом и мы и эта машина могут воспользоваться вот этим технологическим разрывом будем говорить все своими называть вещи своими именами да так ну да это вспомнили поворот налево запрещен да есть билеты мы говорили что у этого знака есть изюминка и эта ситуация когда попадалась в городе что кто не понял о чем идет речь мы когда разбирали знаки то я говорил что вы знаете вот есть очень интересная фишечка вот в знаке места разворота и эта фишка заключала в чем вот этой вишенка да в том что этот знак запрещает левый поворот но это для новичков кажется настолько необычным что почему так к моменту сдачи экзамена в ГАИ они это забывают этот товарищи гаишники хорошо заприметили и в билетах на экзамене в ГАИ очень часто под этот знак нам пытаются подсунуть поворот налево так еще добавились вопросы теперь я прокрутил сейчас попытаюсь так картинку вернули про обочину уже говорил что знак несем не по проезжей части а по обочине так это мы с Аленой тоже Глеб да елки палки давайте так если вы видите это пытаясь Глебу я же не успеваю очень быстро читать все ваши сообщения пока прочитал ответил потом раз вы еще накидали поэтому Глеб не знаю понял не понял отвечаю теперь на вопрос Глеба давайте я прочитаю начали его сообщения там а там как раз можно налево поворачивать нельзя только на автомагистралях там и не будет таких знаков да Глеб Глеб очень правильно подметил что на автомагистралях знаков места разворота или зона разворота никогда вы не встретите их там просто не устанавливает поэтому если увидели вдруг какой-то разрывчик а знака нет все вам ехать туда нельзя так дальше продолжение от Глеба а это дорога для автомобилей на них могут быть такие разрывы да про дорогу для автомобиля везде где присутствует разделительная полоса за городом на дороге и нету знака тут можно развернуться давайте этот знак я просто назову что места где можно развернуться будут стоять со знаком ребята тут можно развернуться сейчас чтобы все запомнилось все хорошо даже так не переглазан давайте так договоримся этот знак с этого момента между нами только в нашей группе мы будем называть таким образом только здесь вам можно будет развернуться если попала ситуация вы едете разрыв есть а знака нету имеется ввиду дорога с разделительной полосой за городом вы не разворачиваетесь так читаем дальше это Глеб просто подметил кто вдруг не понял о чем Глеб написал пришлось уточнить так Алена пишет Алена вообще никак не может успокоиться по поводу что этот знак запрещает поворот налево Ален я предлагаю эту ситуацию просто принять Марина написала фразу это это знак место для разворота да все правильно знак для разворота я по поводу для там присутствует название знак или не присутствует уже заговорился и начал сомневаться да место для разворота все правильно Марина спасибо лишний раз открыл правила дорожного движения уточнил для себя действительно название знак состоит из трех слов Глеб пишет это будет считаться как разворот подождите подождите давайте так дорога у нас отдельные проезжие части так что дорога одна и та же только разные проезжие части Глеб это тебе уточнение по поводу чуть-чуть точнее если вдруг что-то задаем вопросик кто не понял о чем идет речь сейчас прочитаю Глеба это будет считаться как разворот так как нет выезда на другую дорогу дорога считается та же скорее всего Глеб сделал для себя какое-то заключение и благодаря ему я думаю что он уже абсолютно разобрался все с этим знаком так Владислав пишет а Владислав нашел разницу между двумя картинками сейчас я вам покажу эти картинки снова и он говорит обратите внимание на дороге для автомобилей где мы можем развернуться нет вот здесь как продолжение разделительной полосы белых сплошных линий а вот на этой картинке мы наблюдаем что помимо того что мы знаем что мы движемся по автомагистрали чтобы водители случайно не нарушили правила дорожного движения для них неплохо если будет прорисована еще и вот такая сплошная белая линия это вот мы сравнили две картиночки алена за что-то поставила плюсик ну я за что-то за что я не понял но для меня плюсик обозначает что фух разобралось Глеб уже с кем-то спорил ребята вы там уже чуть ли не начали воевать за запятую Глеб пишет ну это даже не буду перечитывать как бы тут Глеб поиграл в игру называется игра называется игра слов да так ну интересно интересно жаль что это вообще не происходит так мгновенно как в разговоре я очень люблю живое общение чем вот это такая даже самая быстрая переписка так у нас Елена все помнят что у нас не Елена у нас Алена это просто Алена пожаловалась что интернет сам ее почему-то на Елену переименовал она у нас Алена запоминайте как зовут ваших одногруппников я же каждый раз написал Елена всегда произношу Алену так понятно все тут куча комплиментов прозвучала от Глеба говорит я думал к нам еще новенькие девчонки добавились говорит обрадовался настроение хорошее говорит ну Алена это тоже классно это вот то что написал Глеб слушайте темка маленькая которая сейчас представит тут вообще если глянуть по большому счету 25 слов это я образно говоря от 25 до 50 слов нам придется записать и смысл ой не смысл а вообще о чем тема тема это когда мы будем ездить по горам не ну по горам не имеется ввиду там вообще по бездорожью а когда дороги проходят в горах ну там определенные условия да там если уж покатится автомобиль то понятное дело остановит его только какое-то ущелье причем эта остановка будет еще предварительно сопровождаться полетом автомобиля это все неприятные моменты и поэтому решили так вы знаете все дороги в принципе опасны но эти еще дополнительно у них есть там ну такие неприятные моменты поэтому давайте вот считать что этот пункт это дополнительное предупреждение какие опасности нас еще могут встретить если это не просто дорога а еще и дорога в гора ну и посчитали так уже и разберем наверное однозначно кусочек когда идет там ну в принципе дорога ровная 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 но раз и пошел где-то затяжной спуск ну допустим какой-то овраг был в этой местности никто не стал через этот овраг ставить какой-то мост возводить а чуть-чуть присыпали овраг чуть-чуть где-то срезали слой земли более-менее не крутой спуск не супер не супер крутой спуск получился не супер крутой подъем ну говорят ну чуть-чуть похоже вроде как на горы да ну давайте как я разберем как раз на этих короче тема чем тема о том как мы ездим на дорогах где имеется у нас применяя слово порядочный уклон поэтому тема тема наша называется движение по горным дорогам и на крутых спусках вы знаете я так начал рассказывать надеюсь не на то что вы уже записали так движение по горным дорогам и на крутых спусках и это наверное единственная тема в названии которой после последние буквы стоит звездочка если посмотреть в правах дорожного движения я когда смотрю на всякого рода рекламу где в конце присутствует звездочка то я понимаю так ну скорее всего в этой рекламе где-то там обманывают или чего-то недоговаривают здесь о чем эта звездочка эта звездочка этой звездочкой попытались вам напомнить о том что у нас есть на дорогах постоянно спуски и подъемы присутствуют но только на дорогах обозначенных знаками крутой спуск и крутой подъем будут действовать особые правила поэтому здесь просто напоминают о том как узнать что это крутой спуск или это просто спуск все очень просто стоит дорожный специальный дорожный знак значит это крутой спуск знак отсутствует ну считайте что это просто дорога с небольшим уклоном так поехали 25-50 слов где-то в этом промежуточке мы в этой теме все равно должны записать мы про эти дороги да давайте начнем с самого интересного это раньше не было автомобилей практически на которых была коробка автомат и поэтому водители которые трогаются на подъем нужно было ну хорошо приловчиться конкретному автомобилю чтобы беспроблемно научиться трогаться на подъем причем так как требует это ну не правило дорожного движения а так как это требует на экзамене в ГАИ что автомобиль при трогании на подъем не должен скатываться да вниз туда с горы когда вы трогаетесь нельзя водителя посадить с одной машины сразу же на другую и заставить его тронуться на подъем он у него однозначно это не получится для того чтобы получалось строго самоподъем к автомобилю каждому это для механической коробки передач каждому водителю нужно вначале приноровиться ну и думают ну мало ли что бывает давайте все таки хоть какую-то льготу сделаем для тех автомобилей которые едут вверх чтобы у них ну исключить вот этот неприятный момент когда нужно будет трогаться на подъем и теперь записываем фразу где пошли навстречу владельцам автомобилей у которых не ну право для всех автомобилей да но основную роль сыграло то что была коробка передач механика то есть считается сложным ну поехали записывать саму фразу что сейчас все вокруг да около хожу да на таких дорогах если встречный разъезд затруднен на таких дорогах если встречный разъезд затруднен первым проезжает тот кто движется вверх первым проезжает тот кто движется вверх повторю фразу что на таких дорогах где встречный разъезд затруднен первым проезжает тот кто движется вверх ну и давайте запишем исключение когда от этого правила все-таки нам придется отступить исключение это будет синяя и красная мигалки давайте таки запишем исключение синие и красные мигалки так следующее я надеюсь то что мы записали синие и красные мигалки всем понятно да что при любой ситуации у таких машин с такими мигалками да преимущество перед остальными транспортными средствами ну и переходим к нашему самому любимому разделу это запрещено но тут будет интересная добавочка это сейчас картиночки пролистую смотрю в сторону думаю что хоть бы попалось что-то такое чтобы продемонстрировать вот тут я после слова запрещено хочу чтобы вы у себя обязательно это выделили потому что запрет будет действовать только на горные дороги запрещено на горных дорогах именно подчеркнуть что на горный там где дело касается крутого спуска и крутого подъема никаких запретов не будет из тех которые мы сейчас будем перечислять поэтому запрещено на горных дорогах на это обращаю внимание ну и первое что нам запретили нам запретили делать все то что может привести к остановке двигателя и давайте возьмем пример один рассмотрим выехали и у вас закончился бензин вот так получилось как-то прозевали багажнике есть канистра с бензином без проблем встанете зальете и поедите дальше поэтому особо сильно не заморачивались что лампочка горела ну к примеру решили засечь а какой у меня получится расход на полной канистре бензина сколько я проеду и вот так вот ехали до последнего думаете точно узнаю насколько я проеду так вот оказывается когда двигатель остановился у нас перестают работать наши помощники то есть это первое усилитель тормозов и второе это усилитель руля то есть получается педаль тормоза для того чтобы остановить автомобиль придется давить с такой силой с которой никогда до этого не приходилось вам давить на педаль тормоза а руль чтобы повернуть придется прилагать тоже невероятно огромное усилие для его поворота ну и если с педалью тормоза как-то полегче все-таки у вас есть давайте скажем так возможность еще как бы сказать замучаясь объяснять у вас есть еще полтора раза для того чтобы вам помог усилитель это нажать на тормоз с рулем такой не получается руль как только двигатель замер перестал вращаться то помощник руля мгновенно все я не работаю мотор не вращается я какие ко мне вопросы все я не помогаю хотите чтобы помогал делайте так чтобы вращался мотор ну с тормозами чуть-чуть полегче ну давайте не полтора один раз у вас еще есть нажать на педаль тормоза и останавливайте с одного нажатия автомобиля если вдруг мотор заглох с тормозами как-то повезло чуть-чуть молодцы конструкторы что-то там понапридумывали и сейчас те вещи которые мы запишем они все будут связаны с тем что ну давайте пример закончился бензин как сделать так чтобы даже если бензин закончился мотор продолжал вращаться поехали записывать запрещено на горных дорогах и пишем движение с выключенным двигателем движение с выключенным двигателем следующее что у нас запрещено на горных дорогах каждый раз буду уточнять на горных дорогах движение с выключенным сцеплением с выключенным сцеплением что имеется ввиду когда вы нажали на педаль цепления до пола и вот так вот катитесь и катитесь себе в горах постоянно держат педаль цепления нажатой в пол следующее что запрещено опять же точнее на горной дороге движение с выключенной передачей вот кто-нибудь знает что такое с выключенной передачей это на нейтралке вот вот эти вот смотрите чтобы мы не глушили ключом двигатель второе чтобы мы не нажимали на педаль не катились долгое время с нажатой педалью сцепления потому что вы можете не заметить как заглохнет мотор и все эти ваши усилители перестанут работать а запустить двигатель ну бывает же с момента что двигатель не очень хорошо запускается у вас не получится тут еще руль не поворачивается тормоза перестали работать создаться впечатление когда усилитель не работает и тут вам еще с ключом возиться короче вот это три вещи которые мы перечислили они все за то чтобы вы остались помощниками усилителя руля и усилителя тормозов следующий запрет на горной дороге это буксировка на гибкой сцепке буксировка на гибкой сцепке и в горах у нас еще запретили любую буксировку в гололед а вы помните сколько мы там считали примерно четыре вариации буксировок это гибкая сцепка жесткая сцепка специально опорное приспособление метод частичной погрузки то есть вот это все 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 в гололед будет запрещено то есть в гололед мы все поломанные автомобили перемещаем таким способом полностью поставили ее на кузов к примеру грузовика да и таким образом вывозим поломанный автомобиль с горных дорог когда на дорогах гололед не ну понятное дело я бы вообще не мучился пока гололед вывозить автомобиль вообще никуда да что то слишком опасно и еще то о чем я вам не рассказывал как бы мы тему закончили но я просто расскажу чтобы вы вдруг случайно встретите билет такой и потом будете думать а что ж такое а нам об этом ни слова не сказали оказывается что для того чтобы лишний раз перестраховаться на всей технике которая тяжелее чем легковой автомобиль придумали что если стал человек там на крутых спусках крутых подъемах или даже в горах то обязательно под колеса нужно подкладывать еще что то чтобы вот эта большая тяжелая техника никуда не покатилась для легковушек такого требования нету а для тяжелой техники ну к примеру трактор там автобус грузовик вот для них сказали так вы хоть и поставили наручник оставили автомобиль на передаче все равно правила дорожного движения еще дополнительно потребовали что то специальное слово говорю что то подложить под колесо ну понятное дело какая у вас первая мысль что можно подложить под колесо кирпич да нет ну кирпич неправильное название то что прописано в правилах а правильное название звучит так противо противооткатный упор то есть это то во что автомобиль упирается чтобы не покатиться это если вот одно слово взять разложить по кусочкам то есть противооткатный упор ну и правилах дорожного движения действительно косвенно есть намек если ты водитель автобуса если ты водитель трактора или если ты водитель грузовика у тебя обязательно должно быть два таких противооткатных упора ну а если кто-то скажет а если я водитель велосипеда велосипедиста или мопеда или легковушки мне надо такое правила дорожного движения говорят так слушай ну если хочешь можешь конечно займить себе такую штуку да но мы требуем только с автобусом грузовиком и трактором мы тебе не запрещаем да но жестко требуем только от тех товарищей поэтому если вдруг вы увидите что у кого-то поломался велосипед и он там какой-то противооткатный упор подкладывает под колесо то знаете правила дорожного движения это не запрещает ага Владислав представляете Владислав посчитал сколько получилось у него в конспекте слов он насчитал их 40 так ладненько хорошо я надеюсь что не сильно устали и мы с легкостью разберем такой очень интересно если себе вообще повоображать интересную темку мы собрались на машине за границу ну конечно же все не так у нас написано в правилах дорожное движение конечно тут не пишут что мы едем за границу на машине да тема записываем называется чуть-чуть короче международное движение поэтому записываем международное движение чтобы пересечь границу украины есть много всяких условий пограничники требуют свое таможенники свое если вы летите самолетом дополнительно условия ставят допустим авиакомпании и теперь мы узнаем об условиях при пересечении границы какие еще ставятся правилами дорожного движения таможен мы не упоминаем пограничникам не упоминаем авиакомпании ЖД перевозки не упоминаем а поговорим о дополнительных условиях прописанных правила в правилах я надеюсь вы понимаете в этих в этих правилах прописаны эти условия темка есть международное движение и теперь записываем что требует от нас еще и правила ну давайте так поставим цифру 1 и напишем для пересечения границы требуется ну так ну и первое это документ на то на чем вы едете это регистрационный документ транспортного средства регистрационный документ транспортного средства второе подождите это у нас пошел же перечень да так что у нас первое это перечень что там еще и правила понаприду так документ на Т регистрационный документ на транспортное средство следующее что требуется водительское удостоверение следующее все таки выставили определенные требования даже к номерным знаком поэтому записываем номера на ТС с латинскими буквами номера на ТС с латинскими буквами давайте упрощу с латинскими чтобы буквы были с английского алфавита да вот ну а в правилах написано с латинскими номерные знаки с латинскими буквами и еще что требует наши правила дорожного движения это давайте напишем так как в правилах чтобы это не сбило с толковым опознавательный знак странные регистрации ТС опознавательный опознавательный знак странные регистрации ТС интересно хоть что-нибудь догадался так если вдруг кто-то не догадался сейчас включаю демонстрацию экрана и если мы про нас то это речь идет именно об этом дорожном знаке смотрите вот попались мне картинки мы говорим только о том что еще дополнительно правила дорожного движения Украины а вот тут прямо в интернете попались вот сейчас уменьшу чтобы у вас конечно по качеству это картиночка не особо не особо ой ой вы знаете я даже у себя не могу это прочитать что там написано ладно тогда опускаем некачественные картинки картинки не интересуют так движемся дальше и смотрите в этой теме есть одна циферка которая тоже святое дело сейчас Марат отвечу на вопрос последний записывай давайте для этой темы делаем краткое описание одной цифры цифра это два то есть это если транспортная среза находится на территории нашей более двух месяцев оно должно быть временно поставлено на учет вот так это звучит чтобы не получилось так что болтается какой-то автомобиль у нас в стране и нигде никто про него ничего не знает а это сейчас же появились все электронные базы компьютеры когда автомобиль заехал когда собирается выезжать из-за границы а раньше не было вот этих объединенных баз между пограничниками между таможней и вообще милицией тогда и вот из тех старых времен вот это правило как было прописано у нас и оно не меняется этим пользуются что есть цифры в этой темке и святое дело про это однозначно может попасться вопрос в билете давайте хоть какое-то описание к цифре два месяца да давайте запишем так тс если при международном движении тс если при международном при международном движении находится в украине более двух месяцев путешествует к примеру люди при международном движении находится на территории украины более двух месяцев применю старое слово оно я думаю вас тоже с толку не собьет давайте поставим тире и закончим эту фразу временно регистрируется в ГАИ сейчас конечно не ГАИ сейчас называются сервисные центры да там там есть конечно не называется не консультанты информаторы информаторы приходите туда там окошечко там сидит девушка и вы задаете вопрос и сразу же получаете ответ но это было до карантина сейчас во время карантина там лично для меня там какой-то трэш творится просто так туда не попадешь информацию просто так не узнаешь ужас так есть исключения при международном движении да движение автомобиль более двух месяцев исключение придумали такое если вдруг случилось так что человек заехал на автомобиле и что-то с ним случилось и он лежит в больнице конечно же не могли заставить человека чтобы он ничего не знаем ты в больнице ты все равно должен подняться и поставить на временный учет свой автомобиль или второй варианте это когда машина заехала и стоит на территории таможни территория таможни где находится конечно находится в Украине а таможня по каким-то причинам не выпускает автомобиль ну допустим что-то там не в порядке да ну может быть с грузом то тогда тоже автомобиль к примеру стоит 3 месяца на таможне пока разбирать к примеру пока растамаживают груз вот 3 месяца стоит то и в этих случаях тоже решили что ну как-то зачем заставлять такой автомобиль который не перемещается ну абсолютно объективно понятные причины по территории Украины то решили не ставить такие автомобили на учет более 2 месяцев ну на временный учет не ставят давайте эти два пунктика и запишем когда человек там попал в больницу или когда он просто на территории таможни когда попал в больницу давайте наверное запишем вот таким способом исключение путевка на отдых или лечение то есть когда по большому отчету все связано как по мне так все связано с лечением из больницы и второе исключение срок пребывания ТС продлен таможней вот такие вот такие темка закончилась движемся теперь по вашим вопросам первое когда я показывал вот эту наклеечку ЮА может быть кто-то помнит когда из-за границы пригоняли машины мы часто видели такие наклейки на автомобиле с буквочкой Д это Германия так вот принято что на задней части автомобиля нужно клеить и когда гоняли машины то в принципе установилась уже определенная традиция как бы клеить где-то недалеко от заднего номера то есть по большому это счету такая наклеечка это где-то рядышком с задним номером правила дорожного движения не прописывают где конкретное место но конкретное место но должно быть наклеено сзади на легковом автомобиле можно и на стекло наклеить так это по поводу Марата где клеить наклеечку ЮА Ю Украина сокращенно так на Марата вопрос ответили Владислава вопрос а что по водительскому удостоверению запятая ой запятая вопрос международного образца давайте так у нас водительское удостоверение международного образца но в каждой стране есть еще свои определенные правила поэтому поэтому выезжая за границу все равно нужно лишний раз уточнить друзей знакомых интернет или даже может быть у информатора пойти в наши ГАИ и там уточнить про конкретную страну что годится ли наше удостоверение или все таки надо еще дополнительно будет в ГАИ получить ну вы знаете называется права международного образца то есть там есть перечень где стран где без проблем те права которые у вас есть берите и едьте есть перечень стран где без проблем берите и едьте но не более там 180 дней да а есть перечень стран где говорят в принципе если вы к нам переселились вам дается небольшой срок но вы должны пересдать экзамены и получить уже наши внутренние права то есть вот все вот эти нюансы это я их не знаю но я знаю где узнать это можно узнать у информаторов ГАИ и второе в интернете все таки так давайте так номера с латинскими буквами у нас номера с латинскими буквами начали выдавать с 1980 года если конечно же номера на автомобиль получили до этого года да их нужно будет поменять а номера с 1980 года все выдают с латинским алфавитом так что не переживайте на всех автомобилях на улице что вы видите номера с латинским алфавитом сейчас я вам хочу показать номера не с латинским алфавитом крыша не называются в интернете вам найти так есть сейчас три секунды выбираю просто посмешнее поинтереснее о отлично нашел где у нас как у нас на машине могут появиться номера не с латинским алфавитом когда вы увидите эти номера которые сейчас будут на картиночке вы сразу поймете откуда берутся номера с которыми за границу нельзя так вот у нас номерные знаки с которыми за границу у вас выехать не получится нужно будет если собираетесь выезжать вернуть назад обычные номера а эти оставить дома на время поездки понятное дело да все остальные номера которые выдаются у нас в ГАИ с ними можно без проблем абсолютно выезжать за границу потому что у нас все номера на машина выдаются с латинскими буквами так я надеюсь что на этом примере было понятно по поводу номеров так мы тему закончили мы сейчас только маленькие подробности там уточняли если есть еще какие-то вопросики пожалуйста задавайте Александр пишет что как здорово что все номера которые мы получаем в ГАИ они уже идут с латинским алфавитом чуть-чуть переделал текст его записи в чате так сейчас так смотрю на чат и на самом деле я просто как бы ожидаю может еще кто-то что-то напишет давайте я ровно минуточку жду я время засек это для чего мне нужна минуточка минуточка не мне нужна минуточка нужна вам чтобы ну хотя бы написать у меня есть вопрос да и потом чуть-чуть дольше уже спокойнее писать или саму вопрос я уже буду понимать что сейчас он появится чтобы не было просто тишины да а время я уже засек как кейс обещал да я поэтому что-то сейчас рассказываю 30 секунд уже прошло и вы понимаете что если сейчас не будет вопросов мы просто на сегодня уже будем говорить друг другу до свидания и встретимся с вами кто смотрит нас умлайн в среду 18 00 все наша ответная минутка закончилась так что всем пока спасибо тем кто не боялся и смело писал уточнял спрашивал чего чего бы не хотелось не хотелось чтобы что-то пришлось принять не разобравшись то есть я хочу чтобы правила дорожного движения были для вас просты логичны и понятны настолько чтобы вы уже просто стали удивляться тому как это можно не понимать тут же все элементарно чтобы ваш был ответ такой после курса все ну давайте всем пока до среды